В общем-то, большинство участвовало по средствам, которые, в общем-то, про открытые ГИС уже принято представляют, что такое геокодирование, как им пользоваться и что вообще нужно делать. Я просто в последний месяц у меня возникал на несколько раздачных систем связных, и я решил как-то подозначить свои довольно поверхностные знания. Возможно, это вам будет интересно. Начнем с тем, что такое геокодирование. По сути, это превращение адреса в кардинатор. То есть, если у вас есть Гаровский перевод N4, вам нужно узнать, где он находится, вывести какой сервис для кодирования. В самом последнейшем видео это в Яндексе, в Белайте, там, Гаровский 4, и он вам выдает точку с кардинатором. Соответственно, где-то здесь. Это, разумеется, может быть не только по адресу, то есть иногда достаточно вам знать, где город Москва находится. Вот, для этой задачи такой губер. Вот есть прямое геокодирование из адресов кардиат, есть обратное геокодирование в другую сторону. То есть, по кардиатам получить, зависит от задачи. Возможно, город со страной, или полный адрес, или что находится рядом там. Ну, обычный адрес. В интернете полно сервисов для кодирования. То есть, достаточно найти какой-то сайт, это сайт, который я придумал, там нет, но есть много других, вот, которому, собственно, в единственном, там, в запросе, куда-то скормить адрес и получить на выходе JSON, или все остальные файлы, и XML с результатом. Собственно, вся тюля геокодирования будет примерно так, это не может заканчивать. Дальше идут подводные камни. Значит, как устроены геокодирования? То есть, как вообще из адресов включают координаты? Для нас это какой-то черный ящик, геокодирование. Тот самый сайт, который мы с камерами на дырку получаем координаты. Понятно, что геокодирование должен работать на какой-то базе данных. То есть, он берет координаты из потолка, у него есть какая-то база координат. То есть, он в базу шлет, ну, каким-то образом преобразует адрес, шлет запрос в базу, получает туда координаты, возвращает его. Вот, если копнуть чуть дальше, оказывается, что база вообще тоже откуда-то должна браться. Она тоже, ее придумывает не оператор базы, он ее берет из какого-то источника данных. Вот, то есть, чаще всего это открытые источники, типа, по сути, ну, понятно, у Яндекса база, есть на своя карта Яндекса, там, Google, Bing и так далее. У них у всех свои какие-то наборы геоданных. Вот, и, собственно, очень важно знать, что это вообще за геоданные, что потом появится результатом. Я в самом конце точно почему. Вот, и геокодер, в общем-то, тоже его можно разбить на две части, потому что мы обращаемся, собственно, к API. То есть, вот, собственно, к тому адресу, который, которым сказали адресы. Вот, а между базой и этим API есть еще какой-то поисковый движок. То есть, тот, который ищет там по всем этим миллионам, там, десяткам миллионов адресов в течение доли секунды и возвращает координаты. Вот, и поскольку мы с вами говорим об этом концовте, то у многих геокодеров движки одни и те же различаются только надстройки, которые влияют на точность поиска. Вот так примерно выглядит процесс геокодирования. Самый известный геокодер в среде OpenStreetMap и, в общем-то, всех тех, кому это приходилось получать координаты по адресу, это номинат. Это название мало кто знает, но если зайти на OpenStreetMap.org и ввести там какой-то запрос, то номинатем это движок, который, собственно, найдет звонок. Вот, и здесь вот эти вот пресловутые четыре пункта. Геоданные OpenStreetMap преобразуются в базу специальной программы, вот, причем эта программа позволяет ежеминутные обновления, поскольку OpenStreetMap постоянно изменяется, там кто-то, что-то добавляет адреса, изменяет адреса. Вот, все в течение минуты приходит в базу номинатем. Вот, дальше надстройки — это функции PostgreSQL, которые там как-то помогают искать. По запросам. Вот, и, собственно, бэкэн-тпхп, то есть набор PHP скриптов, в котором аккуратно обладают запросы. Вот, и в общем номинате, если зайти на OpenStreetMap и набрать на номинате, там будет формат запросов, что можно обладать, что нельзя, какие ограничения, скажем, понятно, что для кодеры в общем виде сложения, там не просто адрес можно указать, а можно указать, что мы ищем, скажем, Ленинградский проспект, вот, но если просто без каких-то областей, да, мы указать Ленинградский проспект, то вы можете представить, сколько в России вот этих Ленинградских проспектов. Найдется там и в Фестерпурге, наверное, и в Москве, и в Сибирске, вот, поэтому там можно указать, скажем, прямоугольник, с которым начинается. То есть, если у вас на экране Москва, выводится название проспекта, то логично, что вы видите Ленинградский. Можно указать детализацию результата, формат вывода, и так далее, и так далее. Но для обратного, для кодирования, тоже там есть много сил. То есть, по кардиатам вы получаете не только текстовую строку, то есть, если вы великую кардиат, вы можете получить слово Москва и решила все другие сделать. Вот вы получаете целую структуру, да. Это страна, город, район города, область, улица, дом, и так далее, и так далее. Причем, возможно, даже несколько результатов как-то пожирено. И, соответственно, тоже можно указать, какая точность вам нужна. То есть, вы ожидаете в городе или ожидаете в доме, и так далее. Вот. И все это описано на, понятно, где страница. И это веб-сервис, которым пользуются примерно все, кто делает, кому как-то нужна ягодили. То есть, все пользуются на конструкторах. Все пользователи сервисов, которые как-то связаны с конструкторами. Некоторые даже из тех, кто пытается с ними не исключить. Поэтому, если не было ограничений, то сервис быстро упал. И он пришел в данный запросов, и все вы поняли, что вас не хватает на это дело. И так далее. Поэтому есть какие-то ограничения. Скажем, один запрос в секунду можно остаться. Если у вас есть список из тысячи адресов, которые нужно делать, и вы делаете один запрос в секунду, то 20 минут, как с куска, вы будете сидеть с КСЛК. Это не очень хорошо, поэтому давайте построим другие сервисы. И, скажем, как я говорил, геокодеров очень много. Условия используются у всех разные. То есть, нумерация бесплатная, но есть серьезные ограничения. Вот, скажем, есть платный геокодер, который говорит, что можно 12 запросов в секунду ставить всего за 100 долларов в месяц. И так далее, и так далее. Вот, теперь что делать, если у вас куча адресов? Не обязательно вообще заразоваться на интернет. Не обязательно искать веб-сервис, изучать его API и так далее. Можно взять и скачать геокодер себе на машине и запустить. То есть, качайте один JAR-файл, ну, от Java. Вот, качайте 34 гигабайта базу данных. Вот, запускаете это дело. И у вас свой вещами связанный геокодер, который вы можете пользоваться точно так же. Вот, там нет никаких ограничений. Вам нужно платить 100 долларов в месяц. Не нужно делать паузу на секунду. Это все чисто ваше. Можно скормить миллион адресов и ждать. Сколько нужно будет ждать. Вот, я замерил на довольно мощном сервисе 16 потоков. У меня получалось 16 запросов в секунду обработать. Вот, это для обратного геокодирования. По кардианту получить адрес. Вот, то есть миллион адресов вам примерно день придется ждать. Вот, не очень быстро, но значительно дешевле, чем любые другие альтернативы. Сейчас бизнес разрушился, сравняюсь с компанией. Ну, бизнес этим сложно разрушить, потому что качество геокодера измеряется не только его ограничениями, не только скоростью. Оно измеряется, прежде всего, наверное, точностью результатов. Вот, а точность не очень хороших результатов. Вот, хотя он работает, в принципе, на той же базе, что и иллюминатия, но надстройки у него хуже, чем иллюминатия. Ну, в принципе, большинство вещей находит. Вот, и, собственно, вопрос про движок, что... Вот этот, представьте, фотон, про который я так же поговорю, он построен на движке Elasticsearch. Это движок для полнотекстового поиска. То есть все адреса, по сути, превращаются в какие-то... строки на подобном человеческом языке. Вот, и эти строки скамливаются по платекстовому поиску, чтобы найти записи движок. Вот. Это довольно популярный движок Elasticsearch. На нем написано еще несколько стопленных геокодеров, которые работают примерно так же. То есть тоже можно скачать и использовать. Вот. У них будут разные результаты, потому что по нему движка, как я вначале показывал, есть еще настройка движком, который превращает, собственно, адрес в какую-то строку для поиска. Вот. И адреса все превращают по-разному. Вот. Ну, есть несколько других движков, тоже Sphinx. Вот. Вот. Собственно, как работает поиск, я на самом деле не знаю, потому что я не каждый из них написал номер геокодера. Вот. Но я могу отправить к записи доклад Дмитрия Киселёвского с тем, который написал один из геокодеров и рассказал об этом на конференции. Вот. Собственно, он тоже вот использовал Elasticsearch в плантекстовом поиске. Вот. Полтора миллиона запросов адресов в день. Это очень медленно на самом деле, потому что если у вас сидится на файле 60 миллионов адресов, то это становится довольно печально. Вот. Можно ли быстрее? Конечно, можно. Вот. Можно, если вам не нужна 30-гигабайтная база. Если все, что нужно, это город и страна. Вот. То для обратного геокодирования есть замечательная библиотека, написанная на питоне, реверс геокодом. Вот. Есть варианты на других языках программирования. Вот. Которая работает поразительно быстро. То есть на этом графике написано, что вот в этом режиме на 10 миллионов точек обратно геокодировались примерно 28 секунд. Вот. Я как раз ее использовал. У меня это все было, конечно, чуть менее. У меня где-то 2 миллиона, где аккодировались, или нет, не знаю, где-то 800 тысяч, где аккодировались примерно 10 секунд. Вот. То я запускал не в параллельном режиме, как здесь. Не многого точно. Вот. Так что это очень мощная штука. Вот. Если не задумываться, откуда у них данные, то отлично. Вот. А откуда у них, собственно, данные для этой штуки аппаратного геокодирования? Вот. Есть несколько сервисов. Геонеймс, где данные более-менее свободные. ОСМ-неймс с обременением, там, при лицензии. И ОСМ-газете примерно то же самое. Вот. Не знаю. ОСМ-неймс не будет рассказывать, про что вы не каждый. Вы можете набрать в гугле «каждый» и посмотреть. Вот. Дальше еще немного расскажу про них. Вот. То есть суть этого обратного геокодирования, что есть просто большой текстовый файл, в котором есть координаты, страна, город. И вот так вот пару миллионов раз. И он, по этому списку ищет координаты. Это очень просто. Теперь к русской специфике. В России очень сложные адреса. Не такие сложные, как, например, в Японии, где адресов вообще нет. Вот. Но тоже иногда непросто. Вот. Соответственно, если у вас пачка русских адресов, как, например, координаты избирательных участков, или координаты, там, филиалов, не знаю, или банка, вот, то вам желательно используется я-кодер, который написан русским человеком, который встречался со всем этим и знает вообще, как правильно обработать адрес, как его разложительные составные части. То есть, знать, допустим, что 4, 6, 8 – это один адрес, а не минус 10. Вот. Или что литер P – это тоже часть адреса и так далее. Вот. И вот, собственно, есть три геокодера, которые написаны русскими. Это Дима Киселев написал, который, собственно, не доклад делал. В спутнике, в картах спутника есть неплохой геокодер с API, он требует регистрации на сервисе, и пол-тайпных ключах, но весьма неплохо работает. Вот. И на нашем сайте openstreetmap.ru тоже есть какой-то геокодер, тоже с API, тоже. Вот. Ну и номинациум, с которым я решила разговор. Поскольку это открытый проект, то какие-то поправки, связанные с русскими адресами, там, не искут. Вот. И четыре способа найти адрес в России – это, конечно, когда нужно взять выбор, типа, ну, вот, короче, список, что нам использовать из этого. Вот. Вот. Это сложная задача, поэтому почему бы не расходится всеми четырьмя? Вот. То есть, ну, я когда-то сделал сервис, который берет, собственно, CSV с адресами, вот, и подряд проверяет все геокодеры. Какой лучше найдет, тот и оставляет. А как ты оставляешь какой-то лучше нашел? Ну, используемых точных ситуаций, обычно я только возвращаю, как бы, с какой-то точки зрения нашли, нашли лов, нашли лов, нашли лов, нашли лов, нашли лов. По времени? Берем первый. Вот это по-нашему. Не, ну, я не по-нашему запускаю назад. Поскольку у моего веб-сервиса есть ограничения, то я запускаю, делаю запас в первом, смотрю, что там за мной, если плохо, то делаю несколько лов. То есть, он работает быстро, но работает наверняка. Вот. Или вот OpenCache, он проверяет вообще целую кучу разных сервисов для кодирования, но у него есть недостаток. Тот, который вы видели на одном из сайлов в начале, вот, потому что там были цены, это он закрепил. Вот. Ну, вообще, очень полезно проверять по нескольким сервисам. И, наконец, вопрос. То есть, вы наконец-то получили список карт за по адресам, и что теперь с ним можно сделать? Вот. Это самый хитрый вопрос, потому что… Слышная часть для человека, да? Ну, она очень короткая. Ну, вот. Вот. Потому что нужно, как всегда нужно читать условия использования. То есть, скажем, если вы почитаете условия использования геокода Яндекс.Карт, то там будет написано, что результаты можно использовать только в API Яндекс.Карте. То есть, только для того, чтобы на Яндекс.Картах эти точки потом нарисовать. Вот. Примерно то же самое у всех остальных коммерческих. То есть, если вы вводите какой-то адрес в поле, там, в Google, то расположением полученного маркера вы не можете использовать нигде, как в Google. Вот. Скорее всего, нет. Это, собственно, все геокомеры, про которые я сегодня рассказывал. Все, что основано на Open Street Map. То есть, ну, конечно, да. Это то, что вы получите из геокомеров, открытые данные, и отлично. То есть, вы можете там на своем сайте, не знаю, нарисовать на карте, вы можете опубликовать там, что люди искачивали, эти кардиаты и так далее, и так далее. Вот. Office Street Map. Есть только два условия использования данных. То есть, нет никаких запретов, есть условия. Первое, очевидно, что нужно написать, что мы кардиаты получены используя сервис Open Street Map. Вот. А второе, что это условия про share-like, про публикацию под открытой лицензии. То есть, смешанные с Open Street Map должны быть опубликованы по акции. Аналогичные лицензии. Соответственно, когда вы геоконтируете что-то, вы к своему набору данных, к адресам, скажем, своих, к адресам гербаторов смешиваете это с координатами из Open Street Map. То есть, весь этот набор становится открытыми датами, которые, если вы как-то делаете доступным для публики, вы должны открыть. Вот. Если вы не хотите открывать адреса и какие-то метаданные этих филиалов, то придется. то есть, поэтому очень аккуратно геоконтируйте вообще. А что у нас заставит? Я. И последняя часть геоконтеров это те, что на почти совсем открытых данных. Такие как GeoNames, он на данных с условием только геоконтируйте. То есть, все, что нужно написать, что для кодированных GeoNames. Вот. Или, если как-то вы излочитесь и будете использовать GNS, это там есть, по сути, кандидаты городов и стран. В принципе, все. Ну, как в GeoNames, в принципе. Вот. То GNS вообще ничего не нужно кодировать. Вот. Потому что он паблик GeoName и там никаких условий вообще. Вот. Но использовать результаты вам, наверное, будет не очень интересно. Потому что качество этих данных хромает и точность хромает. А GeoNames что, перестал данных глотерить? Нет. Если как-то чуть глубже, посмотреть, откуда GeoNames, откуда GeoNames берут им данные, то тогда можно провести многописсонных ночей и понять, что свободных данных не существует. В принципе. Вот. Ну, мы как-бы считаем, что это уже не наш хромет. Вот. Вот.